Развитие человечества, говорят, можно проследить по пластической хирургии. В основе профессии пластического хирурга было помогать тем, кто был обезображен в результате катастроф и так далее, и так далее. Так было. Потом стали помогать пожилым людям выглядеть лучше. Потом пришла молодежь и начала править носы, уши, брови, я не знаю, там, надбровные дуги, я не знаю, там, губы. Но вот за последние годы мы столкнулись с безумными желаниями, говорят хирурги. Вот женщина хочет, чтобы ее лицо выглядело так, будто его отредактировали с помощью фильтра Инстаграм. Скажите мне, пожалуйста, вот так вот человек не хочет быть самим собой, не хочет. Все больше и больше. К чему это вообще ведет? Ну, это правильно, что он не хочет быть собой. Да? Конечно, он уродлив и внутренне, и внешне. То есть он не хочет, чтобы внутреннее уродство как-то изменили, он хочет, чтобы внешне изменили уродство. Ну, одно без другого не получится. В итоге не получится. Да? Нет. Мы же видим, в принципе, человека изнутри. И каким бы он ни был красивым, если он ужасен сам по себе. Внутренне. Внутренне. То тогда никакая красивая внешность не только не подчеркнет его общее уродство, но еще и более выпуклит. Что он все-таки... Что он ужасный. Ужасный. Да. Очень интересно. Вы считаете, что мы... Женщины – другое дело. Вот женщинам – другое дело. Там мужчины смотрят на внешность. Согласно природе мужчин, мужчины не смотрят на внутреннее содержание женщин. А снаружи, если все на месте, то есть она его притягивает. Именно внешностью. Но это, как мы понимаем, только временно. До поры до времени. Даже не до поры. А эта пора, она очень быстро проходит. Сегодня вообще все очень быстро заканчивается. Да. То есть совпадение обязано быть по внутренним вообще вот этим признакам. По внутренним признакам это очень тяжело, сложно. Это не для молодого возраста. Необходимо особое воспитание, подготовка. И время. И время. И тогда люди начнут чувствовать вообще, чему стоит уделять внимание, как ценить другого и так далее. А стоит только внутреннему, вы считаете? Только, да? Практически. Ну, в итоге ты понимаешь, когда мы к этому выводу приходим. Да, когда мы седые и уже, да, и поживые. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Да, вот это сколько мудрости в этом во всем. То есть, еще раз, вот меня это немножко удивило. Вы считаете, что когда человек смотрит на другого и считает, что он красивый, говорит, это красивый человек. Это отсвечивает внутренность того человека. Конечно, конечно. Да? Это должно быть так. Но иногда, если мы воспитываемся на Голливуде, то, конечно, нам тяжело. Потому что нам показывают заранее такие образы и хотят сделать из них стандартный набор. Это злой, это добрый, это наивный, это умный и так далее. То есть, сейчас, вы говорите, сейчас время затушевало вот все это, да? То есть, это Голливуд и так далее, сериалы, все-все затушевало, что такое красота. Да. Ну, тогда вывод, что такое красота настоящая? На самом деле, красота, это когда мне хорошо с человеком. Вот и все. Как просто. Да?